До свидания! Хоп-черый! 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 Всем привет! Спасибо, что вы вновь со мной. Сегодняшнее видео называется Первое свидание, второе до свидания. Я уже делала много видео на тему отношений между мужчиной и женщиной. Чаще всего это были видео, которые касаются непосредственно нас с вами. Мы затрагивали с вами темы женские, наших ошибок, наших возможностей, наших долгов перед мужчиной и в семье. И некоторые из вас были даже возмущены и писали такие отзывы, как вау, почему это женщины столько должны мужчинам? Почему эти никчемные мужики, даже так выражались, ничего не должны нам? Но ведь эти темы касались непосредственно нас, женщин. Я затрагивала лишь женские аспекты, поэтому я не обсуждала мужчин. Но сегодня мы сможем с вами покайфовать и обсудить, перемыть косточки нашим дорогим и любимым мужчинам. Тема непростая, поэтому я прошу вас подключаться активно и оставлять мне внизу сразу комментарии, ваше мнение. Если вы с чем-то не согласны, также мне пишите внизу ваши отзывы. Мы сможем с вами составить такую общую картину идеального, настоящего мужчины, с которым стоит продолжать свидание. Ну, а так я для себя выделила сегодня несколько пунктов, за счет которых, я считаю, можно прервать свидание и смело говорить мужчине до свидания. Уже почти месяц я наблюдаю одну очень интересную историю отношений между моей подругой и ее кавалером, ухажером. С ее позволения я рассказываю эту историю здесь и делюсь ею с вами. Сейчас мы вместе с вами поулыбаемся, посмеемся, поприкалываемся. Моя подруга довольно успешная актриса, певица, телеведущая и ее кавалер, он не русский, он француз и он гость. Он приехал в Москву. Он встретил мою подругу, был очарован и начал приглашать ее на свидание. Свидания длятся уже в течение месяца и каждый вечер они встречаются ни больше, ни меньше, как в кафе-шоколаднице. Моя подруга просто изумлена и ей уже просто стало любопытно посещать эти свидания. Она говорит, я все жду, может быть, это какой-то прикол, может быть, здесь какой-то подвох, может быть, просто он хочет меня чем-то внезапно, резко очаровать, но вот уже месяц ничего не меняется и пить кофе и какао, горячий шоколад ей уже весьма надоело каждый вечер, но она из любопытства все равно ходит. Ну, парень действительно симпатичный, приятный, молодой, но так или иначе отношения и их свидания не меняются ни в какую сторону. И вот однажды моя подруга решила все-таки его немного встряхнуть и уже просто принципиально в конце вечера говорит, о, я хочу вот эту сувенирную кружку для кофе, я ее забираю. Он ей сказал, нет, стоп, остановись, эту кружку мы не берем. По счету рассчитывался за кофе, конечно же, он, поэтому кружку он решил все-таки не включать в счет, и она была шокирована. Девушка очень красивая, как я сказала, успешная. В общем, здесь я выделила такой главный первый момент, это мелочность. Мелочность. Мелочность ничем не скрыть, даже жадность не настолько страшна, насколько страшна мелочность. Жадность можно скрыть, можно купить дешевый подарок, преподнести его за дорогое, можно купить цветы на распродаже, там что-то еще, но это сделать, сделать подвиг, сделать шаг. Но мелочность это такая откровенная скупость, где-то стараться выиграть прямо вот на глазах у девушки. То есть это ужасный, ужасный мужской грех. И заметив такой грешок на первом свидании, мужчине можно смело говорить до свидания. Второй серьезный грех на первом свидании, это оценка девушки, женщины, свысока. Вот такие мужчины, таким образом, им кажется, что они проверяют девушку, может быть, как-то даже возрастают в ее глазах, но на самом деле, таким образом, они пытаются снизить девушку до своего уровня, для того, чтобы им было более комфортно с ней общаться и было более проще добиваться своих корыстных целей, своих каких-то обычных целей. Просто самореализоваться, опустив человека, опустив женщину и девушку на свой уровень. Такой способ очень банален на самом деле, но, допустим, я даже могу вспомнить на своем веку такие случаи, я могу вспомнить таких людей, и в силу своей неопытности, в силу своей молодости, я тогда почему-то не могла их послать, а просто из-за своего, опять же, воспитания могла поддержать беседу, культурно отвечая на какие-то вопросы, но на самом деле сейчас я точно и ясно понимаю, что такому человеку нужно сразу говорить о ревуа. Почему? Потому что женщина априори цветок, который создан для красоты, для семьи, для любви. И добилась ли женщина каких-то карьерных высот, профессионализма, образования, это уже не должно волновать, особенно в первое время мужчину. Если мужчина начинает встречаться с девушкой, он встречается с ней ради чего? Ради того, чтобы с ней работать? Нет, он встречается с ней для того, чтобы создать союз, для того, чтобы встречаться, попитаться какой-то правильной энергетикой женской, для того, чтобы создать семью. И его действительно не должна тревожить ее популярность, ее успех. Поэтому мужчины, которые начинают оценивать девушку свысока, интересоваться, сколько она заработала, что она чего добилась, каких высот, какая машина, какая квартира, и, в общем, давать ей какую-то оценку, если она вдруг ничего не добилась, и опускать ее, это не мужчина на самом деле, или просто мужчина, который не нужен для отношений. Можно посидеть, посмеяться и разойтись спокойно, опять же, сказав после первого свидания ему «до свидания». Следующий мужской грех – это рассказы о своих любовных подвигах. У меня был такой прекрасный друг, после чего он и остался на долгие-долгие годы действительно другом, да, и просто, может быть, это не было послано судьбой, чтобы были какие-то отношения, но меня действительно пугало, когда этот человек начинал рассказывать мне о своих бывших невестах, как и что, и все так описывать в ярких красках, и считая, что он произойдет на меня какое-то впечатление, ну нет, конечно же нет, есть действительно такие парни, которые считают, что если они расскажут, как и что там было, и сколько было, то они впечатляют нас, бедных девушек, которых это все на самом деле может пугать, ну нормальных девушек, есть, конечно, девушки такие, настолько темпераментные, которых это может впечатлить, но это, я думаю, меньшинство. На самом деле девушек пугают такие напористые парни, действительно не воспринимаются нами всерьез, просто остаются на уровне друзей, не больше, потому что, опять же, это парень такой, с которым можно посмеяться, обсудить его бывших, его все подвиги, не больше, вот, так что, дорогие мужчины, будьте внимательны. Конечно же, важный фактор, который может оттолкнуть женщин на первом свидании, это неискренность. Неискренние мужчины, это мужчины, которые начинают сразу прям вот осыпать комплиментами, опять же, с напором, практически все обещать, там, и жениться, и детей. Ну, на самом деле тут такая ситуация, палка о двух концах. Я вот, допустим, знаю парней, которые действительно семейные, которые действительно не хотят тратить время попусту, и сразу могут предупредить и сказать о том, что да, вот я готов там для семьи, для детей, что ему не нужны какие-то девушки, которые ищут спонсора, которые ищут просто романтики, потусоваться. То есть тут нужно, опять же, смотреть, как человек себя ведет, но когда человек начинает слишком осыпать ее комплиментами, что она неповторима, она лучшая, все были плохие, или все меркнут прямо вот на ее фоне, это также может смутить. Поэтому лучше все-таки с таким человеком, я думаю, не продолжать следующее свидание, потому что он в первый день пытается уже, можно сказать, с напором завоевать вас, используя какие-то льстивые, лживые комплименты. Поэтому здесь лучше ему сказать бай-бай. Еще один мужской косяк – это перегиб с пошлостями и с сквернословием. Просто расскажу на примере. Я училась в Останкино, и как-то идет молодой человек, и видит меня, и мы с девочками из группы вышли на перемену, он подходит и рассказывает, что он весь такой вот только что из Нью-Йорка, и он работает режиссером в какой-то там компании классной. Ну, в общем, был немного такой самоуверенный, как-то так шевелил плечами, помню. И меня это сразу, кстати, замутило. Его речь была довольно такое бу-бу-бу, как-то вот тоже очень напористая. Ну, че, Кать, посидим там, попьем кофейку, пойдем в кафе. В общем, мы как-то его проигнорировали. Потом я его еще несколько раз встречала, он вроде как взглядом провожал нас все время. Ну, и разговора у нас больше не состоялась. И однажды мы пришли в кафе, он сидел за столиком, с одной женщиной общался, и очень громко матерился. После чего я вот так взялась за голову и думаю, слава богу, что я с ним просто больше не продолжила никакого разговора дальше. И мне было бы вообще неприятно от него услышать примерно вот такие вот вещи, которые я услышала там в кафе. Но он, конечно, не знал, что мы сидим рядом. И затем он обернулся, правда, вздрогнул, увидев меня. И после этого он еще раз попытался подойти, уже совсем в другом тоне, вежливом, меня еще раз пригласить все-таки на кофе, посидеть в кафе. Но получил отказ от меня, и он меня действительно как-то напугал. Я до сих пор вспоминаю, у меня какой-то даже неприятный осадок при воспоминании такого человека, какого-то грубого и сквернословящего. Мужчины, поймите, что когда девушка встречает нового мужчину, она его рассматривает как жениха, она его рассматривает как мужа, как отца своих детей. И ей как-то вот странно представить у себя в доме, в семье, при детях вот такого мужчину сквернословящего, грубовыражающегося и еще и с пошлостями. Поэтому до свидания. Еще одна ошибка мужская, но я считаю, что это больше ошибка молодых мужчин, совсем юных, показать себя сексуальным маньяком. Не знаю, почему некоторым парням, видимо, кажется, что это понравится девушкам. Но это не нравится девушкам. На самом деле, опять же, если девушка не какая-то гиперактивная, если она не маньячка такая же, ну, это будет видно и понятно сразу. Поэтому перед нормальной девушкой не стоит, конечно, проявлять слишком свою активность и приглашать ее куда-то там, упаси Господь. Потому что девушка, еще раз повторю, что это цветок. Девушка нуждается в нежности, во внимании, в ухаживании. Это первое. А дальше уже все остальное и вообще какие-то близкие отношения, это отношения, которые строятся уже на чем-то, на какой-то платформе. Они не могут просто так вот, просто вот в первые секунды знакомства появиться. Мы люди, мы высшие создания, поэтому здесь нужно выдерживать какую-то паузу определенную. И опять же, есть такой противоположенный грех мужской. Полное отсутствие сексуального внимания к женщине. То есть, есть такие мужчины, которые прямо вот начинают говорить о математике, об истории, еще о чем-то, абсолютно не давая никакого повода женщине задуматься о том, что он в ней заинтересован. Не показывая ни на секундочку, что она ему нравится. И женщина порой начинает напрягаться и думает, что я с ним здесь вообще делаю? Нужна ли я ему как женщина? Нравлюсь ли я ему вообще как женщина? Может быть, я ему нравлюсь как мозг, как собеседник, как друг, но не как женщина. Поэтому во всем нужен баланс, нужно иметь правильный подход. И после такого свидания, конечно же, парню тоже можно сказать до свидания. Есть мужчины, которые любят изображать из себя жертву на первых свиданиях. И они начинают почему-то жаловаться на свои бывшие прошлые отношения, на своих бывших женщин, жен, какие они были змеи подколодные. И вообще, таким образом, мужчина себя уже сразу показывает как неудачник. И плюс ко всему, если он осуждает бывших, это значит, что он себя неадекватно оценивает, он думает, что он прекрасен, а они все плохие. Может быть, все-таки действительно проблема-то и в нем тоже заключена. Как правило, проблемы в семье – это проблемы двух людей. Проблемы двух сторон, а не одной жены. И когда мужчина вас начинает загружать своими какими-то бывшими неурядицами, это тоже может насторожить. И с таким мужчиной лучше остановить отношения на первом свидании. Вот такие главные ошибки мужчин я выявила и озвучила их для вас, чтобы вы уже были осведомлены, предупрежден, значит, вооружен. Не тратите время попусту, старайтесь увидеть в человеке сразу, ваше это или нет. А вообще, что бы мы тут ни говорили, что бы мы тут ни обсуждали, опять же вернемся к одной главной идее, что отношения и совпадения в отношениях – это тогда, когда вы действительно встретите свою судьбу, когда вы встретите человека, схожего по вашей энергетике, по вашим гормонам, по флюидам. В общем, все это должно работать одновременно. И когда все это совпадет в одной совокупности, никакие другие факторы уже не будут работать. Ни с его стороны он не будет для вас не скупиться, он не будет напрягать вас, он не будет сквернословить, он не будет инфантильным, он не будет маньяком, он будет просто вашим человеком, и он будет стараться вести себя так, чтобы было вам комфортно с ним, и также наоборот. Поэтому, еще раз говорю, не тратите время попусту, занимайтесь собой, развивайте себя, и я всем желаю встретить свою самую настоящую, что ни на есть половину, стать счастливой, женщиной счастливой, мамой, обрести счастливую семью. И пишите мне, конечно же, отзывы по этой теме, кто из вас прошел через какие-то такие преграды, и кто из вас достиг апогея, кто из вас достиг самого приятного состояния женского, стать матерью, и при этом найдя свою настоящую любовь. Всем спасибо за внимание, жду ваши отзывы, и до скорых встреч, пока! До свидания!